Привет, друзья! С вами Владимир на Боденском озере, Людмила Мехер. И сегодня я в городе Нью-Берлинге, на 5 на Боденском озере. Нахожусь возле знаменитого памятника нашего местного скульптора Петера Лента. И называется он «Всадник Боденского озера». Этот фонтан – это воплощение в скульптуре баллады Бустава-Шваба «Всадник и Боденское озеро». Всадник скачет темной ночью по заснеженной долине, торопясь быстрее попасть на Боденское озеро. Встретив случайного прохожего, спрашивает, как долго еще до озера? Что слышит он в ответ, что озеро уже позади? И только тут он понимает, какой смертельной опасности он подвергался и падает замертво. По мнению Петера Ленка, явно здесь не обошлось без поддержки этих вот красивых русалок. Это они поддерживали его своими хвостами всю дорогу. Все знают русалок, а вот русалок, то бишь мужчину-русалку, я увидела первый раз. Как всегда, гротескные фигуры присущи творчеству Ленка. Памятник расположен, естественно, возле озера на набережной, причем очень красивой. Юберлинген – это небольшой курортный городок на самом юге Германии в земле Баден-Вюртенберг. Проживает здесь 20 тысяч жителей, а вот туристов приезжают сотни тысяч. И благодаря Боденскому озеру, и благодаря целебным термальным водам. Неудивительно, что в городе 63 ресторанов и 33 отеля, которые всегда рады своим гостям. Чем же заняться туристу, приехавшему на воду в Юберлинген? В термос ходить, в кнайп-курс пройти, просто почилить на берегу Боденского озера и позагорать. И посмотреть мое видео, чтобы знать о всех достопримечательностях. А еще лучше – просто заказать у меня экскурсию. Я, между прочим, в косяку юбиляра. У городу Юберлинген исполнилось 1250 лет. Вы можете себе это представить? Город Юберлинген был известен с 770 года, а статус имперского город получил в 13 веке. Я нахожусь сейчас в самом центре старого города на рыночной площади, а передо мной старая ратуша, построенная еще в 14 веке. Рядом со старой ратушей находится фонтан императора священной Римской империи Карла V из рода Капструков. У него было так много титулов, он был заодно и королем Германии. Не забывайте, я на центральной рыночной площади. Каких-то 500 лет назад здесь был крупнейший рынок зерна в регионе. А теперь продаются всякие вкусности местные. Сыры и овощи, всякие помидорчики, огурчики, капуста, морковка, кабачки. Все-все на свете. И, конечно же, королева овощей – это шпаргель. Шпаргель или спаржа известны более 2000 лет. И там столько витаминов, ну, просто миллион. Я направляюсь медленно к францисканским воротам. Раньше каждый город был окружен защитной стеной. Юберлинген тоже. А это ворота сохранились по сей день. На берегах Подденского озера всегда рос отличный виноград. И в районе Юберлингена тоже. Поэтому город всегда славился своим отличным вином, который с 13 века и был основным продуктом обмена и продажи. Излюбленные сота – это Мюллё Тургау, Краубугунда, Вайсбугунда. Город Юберлинген – счастливчик. Сам император Фридрих Барбаросса даровал поселению право рынка. А немного позже, в конце 13 века, Юберлинген получает право называться городом и чеканить собственную монету. А это, поверьте, много значило по тем временам. Я иду вдоль городской оборонительной стены, которой более 5 в 100 лет. Здесь, возле фонтана Девы Марии, кусочек городской стены не просто сохранился, а органично вписался в современные постройки. В бывшем Творце Патриции, на самом высоком месте города, расположен городской музей. Это один из старейших музеев в регионе Боденского озера. В музее проходят концерты и выставки. Вообще музей советую посетить вам. А особенно сад музея. Из сада музея открывается замечательный вид и на город, и на Боденское озеро, и на церковь Святого Николая, в которые мы, собственно говоря, немного позже и отправимся. Вдоль этих милых фахверковых домиков я направляюсь к Мюнстерпласт, где находится бывший дом Ельди, а также главная достопримечательность города. Церковь Святого Николая – это визитная карточка старого города Юберлинден. Я была во многих соборах и церквях Германии, но именно в этой церкви у меня просто захватывает дух. И даже мурашки по коже идут. Настолько она необычна и величественна. Церковь изобилует резными фигурами из дерева. Эти произведения искусства датируются еще 17 веком. Но самое впечатляющее зрелище в церкви – это старинный резной алтарь. Более 50 маленьких фигур и 23 деревянных фигуры в человеческий рост – это все дело рук Йорка Цюрна. Он работал над алтарем 3 года в далеком 17 веке, чтобы мы теперь восхищались его творением. Центральные колонны церкви украшают фигуры апостола. Это апостол Петр с ключами от Царства Небесного. Это апостол Павел с мечом, орудием его же казни. Апостол Андрей, бывший рыбак, распятый на косом кресте, держит его в руках. Апостол Иаков был забит камнями и добит палкой с флагом. Вот он и держит ее. Это апостол Матфей, сборщик налогов. Апостол Матфей с алебардой, орудием его же казни. Это апостол Симон, который был заживо распилен пилой. Апостол Варфоломей, с которого сняли заживо кожу. Вот такие-то зверства чинились римлянами по отношению к первым христианам. В общем, жизнь, я вам скажу, в Римской империи для христиан была не сахар. А эта изумительная инсталляция, посвященная Деве Марии, датируется концом 17 века. И это изумительное творение называется «Алтарь ангела-хранителя». Это работа художника Йозефа Эверле, уже 18 веком датируется. Главный орган церкви Святого Николая тоже называется «Орган Святого Николая». И в заключении немного истории. Церковь Святого Николая начала строиться еще в 1350 году. После того, как город получил статус имперского, город начал богатеть. И решили церковь немножечко расширить. И так ее еще немножечко расширяли вплоть до конца 16 века. Вот и получилась Пятинефовая церковь, такая вот красивая и шикарная. Церковь осталась католической даже после реформации и является действующей и по сей день. Сразу возле церкви расположилась так называемая капелла Эльберг. Был открытый павильон со статуей Иисуса в центре. Капелла была построена в 15 веке на деньке одной юберлингской вдовы. Обойдя церковь со всех сторон, осмотрев все, что только было можно, я направляюсь вдоль вот этих милых фахверковых домиков в сторону Боденского озера. Кстати, все дома в старом городе являются исторически значимыми и охраняются законом. Производить самовольно какую-либо перестройку владельцу запрещено. Государство также выделяет средства на ремонт фасадов и поддержание дома в соответствующей форме. Так что быть владельцем такого дома, конечно, престижно, но и ответственно. Наверняка, когда вы загуглите городю Берлинген на Боденском озере, то первое, что выдаст Google, это репортажи о трагедии, случившейся в далеком 2002 году. Почти 20 лет назад в небе над Германией произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 52 ребенка и 19 взрослых. На месте авиакатастрофы был установлен мемориал «Разорванная жемчужная нить». В его основу легло найденное на месте трагедии жемчужное ожерелье Дианы Калоевой. Друзья, мое видео о Юберлингене я хочу закончить возле Боденского озера и на положительной ноте. Приезжайте, погода наладилась, наводнения нет. С вами была Людмила Мехлер, ваш гид на Боденском озере. И до новых встреч!